Здравствуйте! Я Тулхпаева Моралбекскановна, преподаватель кафедры компьютерного моделирования информационных технологий, магистр педагогических наук. На данном видеоуроке мы с вами рассмотрим работу инфракрасного приемника и инфракрасного датчика. Инфракрасный пульт дистанционного управления один из самых простых способов взаимодействия с электронными приборами. Так практически в каждом доме есть несколько таких устройств. Телевизор, музыкальный центр, видеоплеер, кондиционер. Но самое интересное применение инфракрасного пульта дистанционное управление роботом. Собственно на этом уроке мы попытаемся реализовать такой способ управления с помощью контроллера Arduino Uno. Что нужно для того, чтобы научить робота слушаться инфракрасного пульта? Во-первых, нам потребуется сам пульт. Можно использовать обычный пульт от телевизора, а можно приобрести миниатюрный пульт от автомагнитолы. Именно такие пульты часто используются для управления роботами. Во-вторых, для приема сигнала с пульта нам потребуется специальный инфракрасный датчик. Вообще мы можем детектировать инфракрасное излучение обычным фотодиодом, фототранзистором, но в отличие от него наш инфракрасный датчик воспринимает инфракрасный сигнал только на частоте 38 кГц, иногда 40 кГц. Именно такое свойство позволяет датчику игнорировать много посторонних световых шумов от ламп, освещения и солнца. Для этого урока воспользуемся популярным инфракрасным датчиком VS1838B, который обладает следующими характеристиками. Несущая частота 38 кГц, напряжение питания 2,7 В, потребляемый ток 50 мкА. Необходимые компоненты. Контроллер Arduino Uno 3, макетная плата, инфракрасный датчик, светодиоды, резистор и провода. Теперь давайте соединим наши компоненты в схему. Наш инфракрасный датчик устанавливаем на макетную плату. Первая ножка это земля, вторая ножка напряжение, третья ножка это сигнал. Землю соединяем с землей на плате, напряжение соединяем с 5 В, сигнал соединяем на А0. Подключив инфракрасный датчик, будем писать программу для Arduino Uno. Для этого воспользуемся стандартной библиотекой IRG Mode, которая предназначена как раз для упрощения работы с приемом и передачей инфракрасных сигналов. С помощью этой библиотеки будем принимать команды с пульта и для начала просто выводить их в окно монитора последовательного порта. Эта программа нам пригодится для того, чтобы понять какой код дает каждая кнопка. Теперь давайте подключим наш контроллер к компьютеру. У меня здесь написан готовый скетч, который определяет на порте монитора код кнопок данного пульта. В этом скетче у нас используется библиотека IR Remote Edge, который работает и нужен в работе именно с пультом и инфракрасным датчиком. Следующее, как мы указали в нашей схеме, сигнал у нас подключен к входу А0. Теперь включаем порт, выставляем скорость компорта 9600, запускаем прием. Следующее, если данные пришли, то печатаем данные на порте последовательного порта и принимаем следующую команду. Теперь давайте загрузим нашу программу на плату. Сначала проверяем, какая плата у нас включена. В данный момент мы работаем с платой Arduino Uno и какой порт нам доступен. В данном случае нам доступен порт COM4. Теперь загружаем нашу программу, наш скетч на плату. Идет компиляция скетча. Все, программа наша готова. Включаем монитор последовательного порта. Теперь меня интересует кнопка звукодобавление и уменьшение. Теперь на порте последовательного порта на экране мы видим коды кнопок увеличения громкости и уменьшения громкости. Вот эти коды нам нужны будут в последующем скетче. Проблема с загрузкой программы бывает в некоторых случаях при попытке загрузить программу в контроле. Может появиться ошибка «Tdk2 was not declared in this scope». Чтобы ее справить, достаточно удалить два файла из папки библиотеки. Заходим в проводник, переходим в папку, где установлено приложение Arduino IDE. Скорее всего, это C, Program Files, Arduino, затем в папку с библиотекой Arduino, Libraries, Robot iRemote и удаляем файлы. iRemote Tools CPP, iRemote Tools Edge. Затем перезапускаем Arduino IDE и снова пробуем загрузить программу на контроллер. Теперь, когда мы знаем, какие коды соответствуют кнопкам пульта, пробуем запрограммировать контроллер на зажигание и гашение светодиода при нажатии на кнопки громкости. Для этого нам потребуются коды. Могут отличаться в зависимости от пульта увеличения громкости и уменьшения громкости. Теперь давайте преобразуем наш код. Наш встроенный светодиод должен загораться при нажатии кнопки увеличения громкости и должен тушиться при нажатии кнопки на уменьшение громкости. Для этого мы используем операторы выбора и два кода, которые мы узнали на предыдущем скетче. В качестве светодиода мы будем использовать встроенный светодиод на оплате. 13-й пин будет выход, а пин А0 будет как вход. Если данные пришли с пульта на инфракрасный датчик, наша программа проверяет, соответствуют ли данные коды нашим написанным. Если соответствуют кнопки увеличения громкости, то на 13-й пин будет подан сигнал HIGH, то есть включить светодиод. Если наш код будет соответствовать кнопке уменьшения громкости, на 13-й пин будет подан сигнал LOW, то есть потушить наш светодиод. И будем ждать, ир-айр-расив резюм, принимаем следующую команду. Теперь давайте загрузим наш скетч на плату. Идет компиляция скетча, загружается. Готово. Теперь давайте проверим. Увеличение громкости, наш стройный светодиод загорелся. Уменьшение громкости, наш стройный светодиод потушился. Итак, на этом видеоуроке мы с вами познакомились с работой инфракрасного приемника, инфракрасного пульта, а также использовали библиотеку IR Remote Edge. Спасибо за внимание. До свидания на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok